На этом видео мы с вами без Раташем обсудим молитвы Минха и Арвид, или Маариф, послеполуденную молитву и вечернюю молитву. Минха, фактически там нет никаких частей молитвы, которых нет во время Шахарита, то есть никаких новых объяснений, переводов мы обсуждать с вами не будем. В общем, молитва Минха состоит из сначала псалма Ашрей, чтобы не начинать прямо с бухты, барахты, сразу же Шмоне-Эсре. Наши мудрецы установили, чтобы сначала читали 145-й псалом Тегил-Али-Давид, и начинается стихов Ашрей, которые из других псалмов взяты, в точности как утром, и в точности как во второй половине утренней молитвы. То есть всего мы читаем, получается, Тегил-Али-Давид три раза в день, и, как вы уже слышали, Талмуд очень поощряет эту идею, что именно три раза в день читать молитву Ашрей. Потом говорят Кадиш, если молятся в синагоге, да, Хазан говорит Кадиш, и потом молятся Шмоне-Эсре, потом Хазан повторяет Шмоне-Эсре, и точно так же говорят Кедушу и Модим вместе говорят, да, то есть Хазан говорит такой же Модим, как мы говорили в Тихой Шмоне-Эсре, а уже все в синагоге слушающие говорят Модим-Драбанан, все то же самое, как в утренней молитве. Потом Таханун, здесь нет разницы в понедельник и в четверг, или это обычные будние дни, Таханун всегда очень короткий. И тоже такое же различие между Сефардим, которые во время Тахануна говорят сначала «Видуй», да, «Признание грехов», потом «13 принципов милосердия», и потом только сам Псалом Тахануна Ашкиназим, так же, как и утром, соответственно, не говорят ничего, кроме самого Псалма и нескольких стихов милосердия после этого. И еще интересная есть обычая у некоторых хасидов, не хаббат, но у некоторых других хасидов вообще не говорит Таханун никогда в Минху. И причина связана с тем, что Таханун эта молитва, как мы уже с вами обсуждали, очень сильная и в некоторой степени опасная, что душа, так сказать, может застрять, а Минха это уже время немножко суда тоже, когда вторая была дня считается менее со стороны, доброты, да, первая половина дня сопротив Аврагама, хасид, а вторая уже сопротив Ицхака, больше Всевышний как бы смотрит на акции людей. Поэтому существует, по мнению каббалистов, некая опасность, если человек без концентрации будет говорить Таханун. Поэтому в некоторых общинах принято вообще не говорить Таханун. Минху еще объясняют так, что во многих общинах они молились очень поздно Минху, и к времени, когда заканчивали уже повторение Шмона Эсре, было слишком поздно говорить Таханун. А посему приняли на себя вообще не говорить Таханун Минху. Этот обычай, он нестандартный, но во всяком случае в тех общинах, где так принято, так поступает. Есть некоторые с ногой, где много миньонов, и там в более ранних миньонах есть Таханун Минху, а уже в более поздних нету. И, наконец, в конце молитвы, как во всех молитвах, у нас сегодня говорят о Лейну. Как я уже говорил, возможно, что изначально о Лейну было основано только на особо святые дни, как Рошешан и Йом-Кипур, но в результате у нас сегодня говорят о Лейну в конце любой молитвы, и есть по каббале Аризалина это причины тоже. Теперь, молитва Орвид, ее структура тоже похожа на структуру Шахарид, но, в отличие от Шахарид, брохи здесь другие. Вот их мы с вами немножко обсудим. А именно, в Ашкенадских общинах не начинают с Кадыша, то есть просто говорят два стиха, «Веурахумнихаперовон» — это два стиха оба из псалмов. И он, милосердный, прощает грех и не уничтожит, и не погубит, можно так перевести, так же, как он много раз отвращал гнев от грешника и не выплескивал свою ярость. Это первый стих. И второй стих. «Всевышний, спаси нас, о царь, ответь нам в день, когда мы взываем к тебе». Это из 20-го, кстати, псалма, конец 20-го псалма, который мы утром тоже произносили. Значит, с этого начинается Арвид во все будние дни. И у Сефардим и у хасидов, тем не менее, принято говорить какие-то еще другие стихи, и у некоторых еще псалом определенный, один из Ширамалут. И тогда говорят Кадиш. Но в Ашкенадзиме никого Кадыша здесь нету, просто «Веурахум» и сразу же «Борху». «Борху» говорят все, и Ашкенадзим, и Сефардим. Значит, «Борху» получается, у нас говорят и утром, и во время Аравита, а в Минху нету «Борху». «Борху» это Ашема Миварах, «Благословите Всевышнего Благословенного». Все отвечают, в точности, как утром. «Борух Ашема Миварах Миллалам Ваэд». И потом, брохи Нашма, у них структура такая в вечерней молитве. Первая броха, похожа немножко на утреннюю, но в утренней основная тема была именно свет, светило, который Всевышний создал. А в вечерней, наоборот, основная тема – это вечер, что Всевышний делает, чтобы темнело. «Ашер Бедварома Ари Варавим». По его слову, наступает вечер. И заканчивается эта броха, «Боруха Таашем Хама Ари Варавим». В Иссе Всевышний, который посылает вечер. Эта броха короче, чем утренняя броха соответствующая. И также «Ахаватолам» – броха о любви. Она похожа, опять же, на утреннюю броху перед Шма, но гораздо короче. «Любовью вечную возлюбил ты свой народ Израиль». В утреннем молитве мы говорим «Нас возлюбил нас». А здесь, говорится, народ Израиль. И тоже Тора упоминается. Торий заповедям научил нас. И так далее. И заканчивается, так же, как и утром, «Боруха Таашем Хама Ари Варавим». «Любящий свой народ Израиль». Дальше читает Шма. Разумеется, Шма – это стихи истории. Они не отличаются утром и вечером. И там, после Шма, броха похожа, опять же, на вечернюю, но тоже короче. И в отличие от… Похожа на утреннюю, я хотел сказать. Вечернюю броха похожа на утреннюю, но короче тоже. И здесь нет уже 16 эпитетов, как утром. «Эметви, Ацизви, Нахон, Викаям». Здесь только два эпитета. «Эметви, Муна». «Правда и вера». Здесь как бы основная тематика на будущее. Если Шма, брох утренних Шма связано было с прошедшим избавлением из изгнания, то здесь мы больше концентрируемся на том, что в будущем сегодня нас снова избавит. Что верно именно, достоверно. «Эмуна, Кользот» – это все. И мы уверены, что Всевышний, который наш Бог, Он спас нас уже от рук разных тиранов, и Он нас и в будущем… Мы верим всегда, что Всевышний не оставит нас. И все равно много упоминается про прошлое избавление. То есть в этой брохе все равно… В основном мы говорим о том, как Всевышний избавил нас от рук фараона. Это опять митцва вспомнить об исходе из Египта фактически, как мы уже говорили с вами, что в конце Шма, в последнем параграфе это упоминается, а также в брохе после Шма. И там и там можно выполнить эту заповедь, вспомнить о том, что Всевышний вывел нас из Египта. И тоже тот же самый стих «Миха Моха Баэлем Ашем», но между ним и концом немножко по-другому. «Малхут хара у ванеха», а там в утренней молитве был другой стих. Другая молитва в этом месте. Конец брохи такой же, как и утром. Это был Саня Всевышний, который спас Израиль в прошлом. В настоящем времени будет Шма Несра, где мы молимся за все. А в брохе после Шма в прошлом. И дальше есть одна еще броха, которой нет вообще эквивалента этой брохе утром, разумеется, потому что она броха перед отходом ко сну. Возможно, изначально ее установили, когда люди читали Шма отдельно, просто с брохами перед сном. Ведь молитва Арвид, она, во-первых, была необязательной долгое время. Так заключает Талмуд, что это решут. Просто мы сегодня приняли на себя, не сегодня, уже тысячу лет назад, или больше приняли на себя молиться эту молитву всегда. Женщины не приняли, согласно Мишнабурули, но мужчины обязаны молиться Арвид. Но когда-то это было необязательной молитвой, и посему многие люди, видимо, просто перед сном читали Шма с брохами, и эта броха была, получается, перед отходом ко сну, Ашкевейну. У нас сегодня есть другая броха, о которой мы чуть позже поговорим, Хамапиль. Значит, дай нам отойти ко сну, Отец наш, с миром, и подними на завтра для благополучной жизни и мира, и направь нас советом своим и так далее. И вот в субботу, между прочим, здесь немножко другая концовка. Все молитвы, все брохи Шма в субботу такие же, как в будний день вечерние молитвы. В утренней молитве есть разница в первой брохе, но вот в вечерней молитве все брохи Шма такие же в субботу. А вот эта броха, она заканчивается по-другому в субботу, что Всевышний делает, как бы, свой шатер над нами и над Иерусалимом. А здесь конец просто Шомера Мо Исраила Ад, или Шомер Эта Мо Исраила Ад, охраняющий свой народ Израиль навеки. И, в принципе, эта броха очень подходит, как я сказал, просто перед отходом ко сну, но сегодня у нас все молятся молитвы Орвит, более того, молятся ее после, именно брох Шма, а не До, как в некоторых местах был обычай раньше, то получается, что у нас эта броха стала уже брохой общей, как бы заранее просим Всевышнего, чтобы все было хорошо, когда мы пойдем спать. Но потом, перед самым сном, мы произносим другую броху, о которой я чуть позже поговорю. А дальше во многих седурах напечатано броха, которую установили не наши мудрецы, в смысле не мудрецы Талмуда. Под словами наши мудрецы Хазаль, Хахамейну Заль, мы имеем в виду обычных мудрецов Мишны и Талмуда. А более поздние мудрецы Гаоним, Ришоним, их так не называют обычно Хазаль. Так вот, эту броху установили не Хазаль, а установили ее позже. Видимо, это было как мини-шмонесры в местах, так как все равно была необязательная молитва Шмонесры вечером, то в некоторых местах произносили вместо нее вот такую броху, где просто 18 стихов собрали разных и заканчивали словами Благослава Всевышний, Владыка, который всегда будет царствовать над нами и над своими творениями во веки веков. Многие эту броху вообще не произносят, и в Сефардин вообще ее не произносят, и в Израиле ее, кажется, никто не произносит. В Нее Израиля Хаббат и Сефардин, и также Вильгийский Гаон тоже не говорил эту броху. Но в большинстве общин, даже в хасидских, где обычно многое они взяли от Сефардин, но в этом многие хасидские общины произносят эту броху, а вот после субботы во многих хасидских общинах эту броху не произносят, в Моци-Шаббат. Но в обычной будни не произносят. Еще говорят, что из-за этой брохи она в том числе была установлена, чтобы люди могли подождать друг друга, если кто-то опоздал, тоже эту броху пропускал и догонял тогда остальных, чтобы ему не остаться одному потом в синагоге, у них синагоги были вне города. Но в таком случае сегодня не все произносят эту броху, но вот во многих общинах ее произносят, и после этого молятся обычные шмоны-эсре, как в обычные дни. Но если это Моци-Шаббат, если это после субботы молитва шмоны-эсре, то там есть добавка в четвертой брохе, хавдалы, где мы отделяем субботу от будничного. А если забыли, ничего страшного, потому что потом человек сделает хавдалу на вино сразу же после шмоны-эсре. А вообще, если после субботы человек хочет делать какую-то работу, то если он еще не молился, орвит, но уже суббота закончилась, он может просто сказать, барух, а мавдил биткош лихоть, бусейн тот, кто отделяет будничное от субботнего. А вот, чтобы есть или пить что-то, для этого недостаточно сказать барух, а мавдил, для этого нужно сделать именно хавдалу на вино, или виноградный сок. Ну и потом в конце повторения шмоны-эсре нету в вечерней молитве, потому что сама молитва изначально была необязательной, поэтому не установили, чтобы хазан повторял для тех, кто не разбирается. Соответственно, нету кедуши, нету мудим-дарабанан, а есть молитва о лейну в конце, как после любой молитвы. Теперь, дальше в седурах напечатан отход ко сну. Во многих седурах здесь еще дальше напечатан сфирота омер, это в дни между Песах и Шуот, конечно, мы считаем каждый вечер, сколько дней омера прошло. В принципе, в вошкенадских седурах обычно напечатан только броха и сам счет, а в сифарских и хасидских там очень много по кабале, разных псалмов и всего, что произносить, какие стихи иметь в виду, там какие-то дополнительные молитвы. Вот, и дальше отход ко сну. Значит, отход ко сну, в принципе, согласно Талмуду, достаточно прочесть шма, первый параграф шма, и броху хамапиль. Но, если человек хочет, он может еще произносить какие-то определенные молитвы, и здесь есть много этих молитв, в том числе 91-й псалом, и еще там разные отрывки из разных псалмов, и многие произносят часть брохи хашкивейну, которые, как я сказал, изначально, видимо, и установили перед сном говорить. И еще там разные отрывки. То есть, это в разных седурах по-разному все, и каждый, что хочет из этого, что произносит. То есть, некоторые Адоналам почему-то перед сном говорят, вот, некоторые говорят Ширамалут. В общем, это все зависит от того, какой человек обычай, что он хочет именно произнести. На мой взгляд, лучше произнести с концентрацией немножко, чем много без концентрации. Поэтому самое главное – это броха хамапиль и шма. Вопрос в каком порядке. Некоторые говорят, что броха хамапиль, говорят, в самом конце, потому что перед этим, да, уже после этого не разговаривают уже. Сказал хамапиль и заснул. Другие говорят, что можно после хамапиль говорить шма и остальные части, поэтому во многих седурах хамапиль напечатано не в самом конце. Вот хабацкого седури хамапиль напечатано последним. Хамапиль – это броха, которую снули специально для отхода ко сну, когда броха хашкевейна уже больше не говорилось перед самым сном, а именно, что Всевышний посылает нам. Фактически это броха противоположная той, которой мы говорим по утрам, наоборот, когда встаем, одна из утренних брох, более длинная, помните, хамавир шинами нают, но мами афапай. То есть, что Всевышний убирает сон с моих глаз и дремоту своих век. А здесь наоборот, что он посылает сон хевлей шина. Хевлей, кстати, есть много разных объяснений, что здесь значит слово хевлей, в каком контексте, да, как бы, можно сказать, как веревками, да, как связывает нас, да, в сон человек глубоко заходит, мы хотим глубоко заснуть, чтобы хорошо выспаться. Прямо-таки то, что Всевышний создал сон, это великая вещь, действительно, что человек прямо-таки опускается так в глубину, глубже и ниже, да. Есть, кстати, на гирсову, а в сайте года хевлей через хав, а не через хэт. Тогда это другое совсем значение. Но еще, тем более тогда это в каком-то смысле можно сказать, как кандалы, что ли, кандалы сна. В общем, человек глубоко заходит в сон, это очень важная вещь, чтобы, знаете, люди, которые мучаются бессонницей, у них весь день надевают потом кувырком. Очень важно, чтобы человек хорошо выспался, поэтому эта броха очень мудро составлена, чтобы человек именно в глубину, да, смежающий глаза мои дремотой, веки, да, сном глаза мои дремотой веки мои, и да будет угодно тебе, Всевышний, чтобы у меня был мирный сон, пробуди меня с миром, да, чтобы меня не тревожили мои мысли и дурные сны. Очень хорошая, красивая броха, и заканчивается словами Баруха Таашем Хамиир Лам Кулобих Водо. Былся я Всевышний, который озаряет весь мир славой своей. Если человек все-таки после того, как уже сказал Браха Мапир, ему нужно разговаривать, есть много диспутов, когда и при каких обстоятельствах можно это разрешить, или никогда нельзя. Некоторые очень строги с этим, и говорят, что ничего нельзя никогда говорить, да, даже, например, ребенок хотел заснуть, уже сказал Браху, а отец его что-то спрашивает, есть киву даваэм, уважение отца, митсва, и тем не менее должен ребенок только максимум показать что-то, да, может быть, написать, но, если это будний день, но говорить нельзя, что Браху сказал, уже разговаривать нельзя. Другие более мягкие с этим считают, что Браха, она больше похожа на Браху Ли Фимин Ха Гаолам, как вот, например, утром, да, человек, который не спал, есть диспут, может ли он делать Браху обратную, Хамавир Шинами Най, да, если человек не спал, может ли он делать Браху, что Всевышний теперь убирает дремоту с его глаз, да, и сон своего глаз, дремоту с его век. Так вот, если следовать мнению мягким насчет утренней Брахи, и многие так следуют, сифардин так следует, что даже если они не спали, они эту Браху делают, то, казалось бы, и вечером можно сказать, что человек, кстати, не заснул, но он сказал Браху, или, в любом случае, если он разговаривал, когда наши мудрецы Тора не дана ангелам, да, если Всевышний, или в данном случае Равины, когда уснули эту Браху, что они не знали, что иногда людям приходится разговаривать, или иногда человек может не заснуть, да, невозможно же гарантировать такие вещи. Поэтому, если приходится разговаривать, был от шуба в свое время у великого Равина, здесь в Нью-Йорке, Дебрецина Равман, родом из Румынии, великий Равин Раби Моши Стерн, и он длинно, очень подробно обсудил, что ради таких вещей, как, скажем, уважение родителя, можно разговаривать после Брахи Хаммапиль. Но не все с этим согласны, некоторые строги с этим. И также вот вопрос, если человек после этого захотел смык туалет, нужно ли Браху Хашир Яцар делать уже после Хаммапиль, или раз он уже сказал Хаммапиль, вообще ни на что нельзя отвлекаться. Между прочим, многие сифарские евреи, и так напечатано в некоторых сифарских сидурах, вообще не говорят эту Браху с именем Всевышнего. Именно по этой причине, что так как не знаешь, заснешь ли, и не знаешь, может быть, придется разговаривать, то, чтобы не было точно Брахи Леватала, они предпочитают эту Браху делать без имен Всевышнего. То есть просто говорят Барух, Хаммапиль Хаблейшинаминай, Алина, и так далее, и в конце Барух, Хаммир Лаулам Кулобих Водо, без имен Всевышнего. Тогда уж точно разговаривать можно, если потребуется, но тогда, получается, никогда не делают эту Браху как следует. Поэтому это вопрос, что лучше. Во всяком случае, по закону Талмуда, эту Браху делают, сам Талмуда ее установил, и не боимся, что не заснешь, а если не заснешь, так это как любая другая Браха, которая делается на условиях, что, скорее всего, это правильно. Есть много Брахов, которые мы произносим. Понимаете, если человек, например, режет животных, и он сделал Браху, а животное оказалось трефным, и, получается, в Ником Митсеу не было его шхиту делать, то это тоже, он сделал Браху правильно, когда он сделал Браху, а потом оказалось, что не получилось. В общем, в принципе, Талмуда разрешает делать Брахи, когда может какая-то быть вероятность, что в результате это Брах ни на что не ляжет. Не сработает, так сказать. Вот, и мы с вами закончили фактически всю первую часть Едура для будних дней. Дальше начинаются законы, то есть не законы, а молитвы, Эре в Шаббат, Каббалат Шаббат, Субботы, и мы постепенно будем Бедра Дашем на следующих видео проходить. Если вам нравится это видео, жмите лайк. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!